Ты моя хорошая, Тайли, мы с тобой уже такие друзья, ты моя хорошая девочка. Ребят, привет, ну надеюсь вы узнали ее, да, Тайли? Иногда появляется у нас в стримах, когда мы говорим, ну, о каких-то кормах, во-первых, она и покушать, конечно, любит, но и любит, когда ее хозяева узнают что-нибудь новенькое, значит, лучше о ней заботятся. В принципе, вот об этом мы сегодня тоже будем говорить, будем говорить сегодня о питании для собак и кошек. Тайли, прости, я тебя очень люблю, но я кошатник. Ну ничего, надеюсь, она не обидится на меня. Друзья, ну, наверное, отрицать вы не будете, в принципе, да, что чем мы кормим домашних питомцев, в принципе, такого домашнего питомца мы и получаем, ну, по сути, да, потому что все идет от питания. Вот Тайли что-то учуяла, Тайли сегодня тоже опробует корм бренда Sirius, о котором мы сегодня будем говорить, но, тут нет еще ничего, моя хорошая, но скоро, ты права, здесь появится корм, ты его попробуешь, ты главный наш сегодня, ну все-все-все, иди ко мне, Тайли, иди сюда. Так, друзья мои, давайте так, в прямом эфире вы будете задавать свои насущные вопросы о своих домашних питомцах, но представлять сегодня бренд и отвечать квалифицированно на какие-то ваши вопросы будет сегодня, ну, вы знаете, потрясающий человек, потрясающий, во-первых, умный, профессиональный, настоящий ветеринарный консультант Борис Курила. Я специально выписал себе, дабы ничего не упустить в ваших регалиях, и чтобы мы с вами понимали, с кем мы общаемся. Кандидат биологических наук, стажировался в лучших клиниках России, Израиля, Германии, обучался в Германии, город Кевеллар, работал в ведущих сетях ветеринарных центров в России и странах СНГ, это все о вас? Да, да, да. Здорово. Я очень рад сегодня с вами пообщаться. Кстати говоря, мужчин-ветеринары очень редкое явление, по крайней мере у нас на стримах ВАЗОН, поэтому мне нравится, когда приходят дамы, мне приходится с ними быть лояльными. А с вами мы, наконец, можем на чистоту поговорить, корм действительно ли важная составляющая, но прежде всего хочу спросить, вот я кошатник, наш Леша продюсер собачатник, скажите, а Россия вообще по статистике, это какая больше страна, собака или кошек? Вы знаете, по статистике больше кошек. Кошек, да? Но вот визуально мы больше наблюдаем собак, почему? Потому что все-таки они выгуливаются, да, и поэтому мы видим больше собак. Но по факту домашнее содержание, конечно, больше кошек. Вот так вот. Друзья, а вы-то у нас кто? Давайте вот что, прежде чем мы приступим, мы немножко соберем статистику. Значит, статистику того, кто нас сейчас смотрит. Все-таки кошатники или собачатники? Давайте маленькую голосовалочку устроим. Тайлер разыгралась у нас. Итак, кто же у нас здесь? Собаки или кошки, ребята? Поставьте, пожалуйста, свой голос, чтобы мы определили, в принципе, с этого начнем. Ну, давайте так. Сириус – это российский бренд премиальных кормов, правильно? Да. Сириус – это производство России, это наш отечественный бренд, который производится в Белгороде, в Белгородской области, в городе Шебекино. И на сегодняшний день разработка этого корма, вернее, изначально разработка этого корма осуществлялась по мировым стандартам безопасности. То есть, на сегодняшний день корма полностью отвечают безопасности по европейскому стандартам. Ну, давайте так. Вот знаете, Борис Петрович, дорогой мой. В принципе, я, так как я вот в этой сфере кручусь, для меня российское производство, оно является вот на данный момент, ребята, да, мы с вами проводим эфиры там, ну, каждый день практически на протяжении двух лет. В принципе, мы понимаем, что такое российское производство. Мы потихонечку начинаем, слава богу, его уважать, понимая, какие современные заводы, какая потрясающая команда работает. Но все равно наших стримов недостаточно, и простите, но отношение именно к российским производителям, по-моему, согласитесь, да, у нас в менталитете как-то совершенно по-другому. Но мы не очень доверяем. Это все потому, что мы любим своих питомцев и хотим-то для них лучшего, поэтому я лучше, значит, потрачу свою зарплату, ну, куплю какую-то европейскую, значит, европейскую чай, европейский кор, и вот в надежде, что все будет хорошо. Скажите, вот сейчас, в 22-м году, как-то ситуация меняется, по вашему мнению? Можно доверять российскому производителю или нет? Вы знаете, я хочу сказать, что этот стереотип, к большому сожалению, присутствует. Почему к большому сожалению? Ну, потому что, действительно, недоверие идет именно к производителю. Неважно, это корма, либо какое-то другое производство. Я, вы знаете, очень много провожу каких-то выездных семинаров и всегда пытаюсь провести такую аналогию. Ну, не так все плохо у нас в России. У нас есть производство мирового уровня. Мы летаем в космос, лучший двигатель, да, у нас одни из лучших часов, не уступая швейцарским. В то же время мы можем провести аналогию и по кормам. На сегодняшний день вот те корма, которые представлены у нас с вами в передаче, они ни капли не уступают никаким зарубежным аналогам. Я, опять-таки, немножко такой маленький рассказ о том, что я достаточно много езжу по России и провожу различные семинары. И всегда начинаешь с такой интересной фразы. Нет лучших корма Сириус. Все начинают улыбаться. Вот абсолютно. Абсолютно, да. Да, но я говорю, вы знаете, не в плане того, что это самый лучший корм. Но если сравнивать по составам, если сравнивать по ингредиентам, то как минимум мы идем на уровни мировых производителей. Более того, у нас даже есть свои изюминки, которые во многом даже превышают какие-то мировые уровни. Но о них немножко позже. Это прямо вот реально? Вы с этой авторитетностью делаете? Абсолютно реально, абсолютно авторитетно. К большому сожалению, повторюсь, что вот этот стереотип отношения к российскому производителю, но, опять-таки, в России производят, действительно, есть производство мирового уровня. В том числе, я считаю, однозначно убежден в том, что и наша корма тоже. Скажите так, сейчас все-таки европейские корма, они либо повысились в цене просто в разы, либо их действительно уже не найти на российском рынке. Вы куда-нибудь денетесь? Потому что, понимаете, я вот за приверженность того, что я перевожу, хорошо, я доверяю Сириусу, я хочу перевести его и знать, что там в ближайшие 10 лет я буду кормить брендом Сириус. Вы знаете, хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что практически его задают постоянно. Дело в том, что, ну, тут маленькая такая ремарка, дело в том, что наши четвероногие друзья, они монодиетчики. То есть частная смена корма им противопоказана. Более того, смена корма обычно зависит от желания непосредственно самого хозяина. Ну, такая маленькая ремарка, что если вдруг вы решились поменять корм для своего четвероногого любимца, то по рекомендациям его можно делать для кошек не чаще, чем через 2,5-3 месяца, у собак не чаще, чем через 5-6 месяцев. Иначе можно сорвать желудочно-кишечный тракт, систему желудочно-кишечного. Так вот, по поводу того, куда мы можем деться, конечно, мы никуда не демемся, потому что мы российский производитель. Все ингредиенты, которые входят в состав корма, это ингредиенты российского производства. И более того, может быть, я сделаю такой маленький анонс в плане того, что мы планируем запустить еще один завод, еще одну линейку, где мы расширим наш ассортимент. Но вы тут немножко, я просто прочитал, на самом деле, познаком, вы немножко не то что лукавите, вы немножко не договариваете, по-моему, это будет суперсовременный завод, на самом деле, с последними технологичными вообще прорывами мира, то есть и производство, да, то есть все будет на самом высочайшем уровне. По-моему, это так, вот в нынешнем, да? Да, да, абсолютно верно. Ну, я просто, действительно, пока он еще не запущен, не хотелось. Понятно, понятно. Но могу сказать, что одна из машин, которые установлены у нас на заводе, их всего пять в мире. И вот одна из машин находится на нашем заводе. Круто. По переработке мяса. Вот это круто. По поводу мяса, по поводу ингредиентов, по поводу сколько там мяса, на самом деле мы об этом будем говорить, потому что все-таки это наверняка должно быть какая-то, ну, все-таки основа корма, да, мы должны это понимать. Хорошо, давайте так, ребят, вижу ваше сообщение, всем здравствуйте, еще, значит, Анна пишет, что пробовали ваш бренд, значит, мы спросили, кошки или собаки вначале победили все-таки кошки, нас смотрят сейчас больше, да? Я предлагаю вот что, ребят, мы будем чередовать с вами кошки и собаки, говорить о них, представлять какие-то определенные линейки, но так как победили кошки, давайте, наверное, с кошачьего корма и начнем. Ну, вот я возьму какой-нибудь... Сразу могу сказать, что они же в разных объемах, да? Да, есть разные, представлены разные объемы, безусловно. Ну, вот давай первое, давайте просто, давайте вот так, начнем просто с первого. Вот я смотрю, значит, корм для взрослых кошек, правильно? Правильно. Комплекс пробиотиков Ростор, три вида мяса, таурина, омега, поддерживает иммунитет, называется мясной рацион. Так, мясной рацион, хорошо. Но мы уже люди не глупые, и очень часто производители на пачках пишут, типа вот мясной рацион, у нас огромное количество, значит, мяса в корме и так далее, и так далее, и так далее. У меня тогда вам вопрос. А есть какое-то вот реально оптимальное количество мяса? Сколько там должно быть мяса, чтобы он считался хорошим премиальным кормом? И сколько конкретно здесь? Ну, хочу сразу сказать в плане того, что верхние пределы количества мяса в корме не ограничены. Почему не ограничены? Потому что, ну, опять-таки, все зависит от активности. Если животное занимается спортом, если большие активности, я имею в виду не только в данном случае кошек, в том числе и собак, да, в этом случае потребность в белке, в животном белке у них выше, да. Опять-таки, если мы говорим о растущем организме, о котенке, о щенке, опять-таки, у них выше потребность белки, да. Для активных животных тоже выше потребность белки. Поэтому каких-то оптимальных верхнего предела практически не существует. А вот нижний предел существует. Вот как раз-таки то, о чем я еще начинал разговор, о том, что наши корма, они как раз-таки удовлетворяют мировым стандартам качества. Вот в этих мировых показателях они есть. Но надо опять-таки учитывать, что на рынке представлены разные корма. Разная корма в плане того, что есть эконом-класс, есть стандарт-класс, есть премиум-класс, супер-премиум и класс холистик. Итого на сегодняшний день порядка пяти классов. Вот в разных этих классах разное содержание, процент содержания мяса. То есть одна из классификаций, чем отличается между собой эта корма, это количество этого мяса. Но хочу обратить внимание на то, что все-таки кошки и собаки – это хищное животное. Собаки – менее хищное животное, кошки – более хищное животное. И поэтому для них самым главным ингредиентом, правильно обратили внимание, именно на мясо. Самый главный ингредиент. Почему? Ну, здесь, с вашего разрешения, я немножко, поскольку я занимаюсь все-таки ветеринарией, хочу немножко углубиться не очень глубоко, тем не менее, в биологию. Дело в том, что мясо – это животный белок. Белок, мы с вами знаем, он состоит из аминокислот. Уж извините, что немножко так я говорю глубоко, тем не менее, аминокислоты есть заменимые и незаменимые. Вот незаменимые аминокислоты – это те, которые организм не может сделать сам, но должен получить именно с мясом. Так вот, весь спектр незаменимых аминокислот, которые необходимы просто для жизнедеятельности животного организма, находится в мясе. Иными словами, если в организм животного не будет поступать незаменимые аминокислоты, животное умрет. Поэтому мясо является вот таким главным компонентом. Для того, чтобы посмотреть, сколько мяса в корме… Сколько мяса в корме? Так, мы сейчас смотрим, ребят, для кошек, взрослых кошек, называется мясной рацион. Так, да. Вот хочу обратить внимание на что. Что, в принципе, ни одна компания не упустит момент указать количество мяса в корме, если его много. В том числе и у нас. Вот вы можете посмотреть на первый пункт, ингредиенты. Дегидрированное мясо, птица… Сейчас, секундочку. Давайте я по-другому возьму. Значит, птица 25%, говядина 4% и лосось 4%. То есть, дегидрированное мясо – это мясо, из которого удалили влагу при помощи высокой температуры, получили сухое вещество, и вот это дегидрированное мясо, очень важный момент, что это действительно мясо мы используем при приготовлении корма, содержится в наших кормах. Вот так. Так, хорошо. Значит, давайте дальше пойдем тогда. По поводу мяса мы понимаем, и эта система, в принципе, существует во всех кормах, по поводу того, сколько там мяса, и должна она быть или не должна. Так, смотрите, вижу ваши вопросы, дорогие мои. Мне… так, 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 так. Так, сам размер гранул посмотрим обязательно с вами. Значит, как правильно кормить питомца мокрым или сухим кормом? Ну, кстати, давайте к этому вопросу. А я бы даже добавил, дорогие мои. Вот мы посмотрели, ну, мы посмотрели с вами корм для кошек, вот что. Значит, пишут так. Правда ли что? Сейчас я же подробно. По поводу увеличения печени, по-моему, по поводу сухого корма и так далее. А я бы даже обобщил вопрос, дорогие мои. Вот сухой корм. Я, честно говоря, наверное, вот с таких лет знаю, что лучше варить какую-нибудь кашу, рыбу, давать какие-нибудь ингредиенты, масло, сыр, которым мы питаемся, потому что в природе же они не едят сухой корм. А вот сухой корм, к сожалению, Борис Петрович, действует, значит, и на почки, на печень, и мочекаменная болезнь из-за сухого корма. Конечно, колоссальная и поголовная. Вот мне кажется, это реальность, ну, разве нет? Вы знаете, опять-таки, это стереотип. Стереотип, которые... Да ладно. И убеждения, которые, в принципе, имеют под собой основания. Откуда они появились? Опять-таки, давайте немножко окунемся в историю, да. Первая корма, которая изготавливалась для домашних животных, сухие корма, они изготавливались на основе мясо-костной муки. Мясо-костная мука – это хороший животный ингредиент, хороший источник белково-животного происхождения, но мясо-костная мука, в ней повышенное содержание вот этих, в том числе перемолотые кости, повышенное содержание солей кальция, магния, фосфора. И вот этот переизбыток микроэлементов как раз-таки способен формировать мочекаменную болезнь животных. Но наука на сегодняшний день не стоит на месте, и, безусловно, это было выяснено. И поэтому ведущие специалисты, ведущие, вернее, компании мира, которые производят корма, они производят эти корма на основе мяса, а не мясо-костной муки. Но вот этот стереотип, который сформировался ранее по отношению к кормам, к сухим, он, к сожалению, транслируется у многих до сих пор. Что касается самих кормов, вы знаете, я, например, за сухие корма, не за натуральное кормление. Почему? Мы, я такой всегда привожу пример, мы себе не можем сбалансировать питание. Не говоря о том, чтобы сбалансировать питание для наших всех и многих друзей. У меня был такой случай, я ехал, ну, может быть, девушка будет смотреть эту передачу и тоже узнает себя. Я ехал со Смоленска, и со мной в купе, и вот как раз-таки девушка ехала со своей подругой. И рассказывает, что вот у меня шпиц, и он начал облазить. То есть начал линять достаточно сильно. И я, говорит, каждое утро хожу на рынок, покупаю вырезку, готовлю кушать, кормлю его всякими деликатесами. И тут он начал достаточно сильно линять. Она обратилась в ветеринарную клинику. И дальше с таким вот возмущением, ты представляешь, говорит, что он мне посоветовал, где-то врач, чтобы я перешла на сухой корм. А я вот сижу, ну, понятное дело, что это купе, безусловно, я слышу этот разговор, и никто не шепчется, вот, и внутри себя улыбаюсь, потому что понимаю, причина вот как раз-таки в этой несбалансированности. Недостаток вот тех же витаминов, недостаток жирных кислот, сказался на здоровье животного и внешне, в том числе на внешнем виде, и животное начало облазить. То есть, по сути дела... Поэтому, да, вот я извиняюсь, что я перебил вас, как раз-таки вот это сбалансированное питание дает возможность животным оставаться достаточно долго здоровым. То есть, грубо говоря, она просто доверится профессионалам. Безусловно. Вот бренде Sirius профессионалы в этот сухой корм вложили все, что необходимо питомцу, кошке или собаке в тот или иной период. Абсолютно верно. И я более того, у нас, ну, на мой взгляд, я даже скажу больше, я в этом убежден, наш технолог, это вот технолог от Бога. Это человек, который знает действительно потребность животных в тех или иных ингредиентах. Она вымеряет буквально каждый элемент до сотых миллиграмма. Все корма проходят исследования, прежде чем они поступят в производство. Поэтому мы однозначно можем говорить о том, что наши корма проверены, абсолютно безопасны и даже полезны для животных. Так, у меня личный вопрос. Значит, у меня кошка Шамси, абиссинка, 7 лет, будет в августе уже, она стерилизованная. На самом деле это всегда вопрос. У вас есть... Так, Тейли, подожди секундочку. У вас есть корм для стерилизованных кошек? Безусловно, да. Я учу это посмотреть. Вообще, у меня главный вопрос сейчас. И вы, напишите-ка в чате, дорогие мои, вообще, вы понимаете, что для стерилизованных кошек нужно какое-то отдельное питание, отдельный рацион? Ведь существуют линейки для стерилизованных кошек. Я свою не кормлю для стерилизованных, понимаете? Вот не кормлю. У меня, правда, другие проблемы, у меня там лечебный корм на данный момент. Но я хочу у вас спросить. Реально есть разница и необходимость кормить кошку стерилизованную кормом для стерилизованных кошек? Вообще, этот вопрос достаточно часто встречается. Задают его люди, те, которые готовят животных к стерилизации, да, и задают такой вопрос, нужно ли переводить животное на корм для стерилизованных, или можно оставаться на прежнем корме. Сразу хочу сказать, что в момент стерилизации и после операции, там, порядка недели, пока животное отходит, переводить животное на какой-либо другой корм не рекомендуется, потому что животный организм должен восстановиться. После того, как это произошло, после того, как животный организм восстановился после операции, безусловно, надо перейти на специализированный корм. Почему? К примеру, вот опять-таки, вот вы держите у себя этот корм. Чем он отличается, допустим, от всех остальных, этот корм? Чем? Мы знаем, что после стерилизации активность у животных падает. Соответственно, в этом корме понижено содержание жира. Но мышечную массу, поскольку все-таки это кошки, мышечную массу необходимо поддерживать. Соответственно, в этом корме повышенное содержание белка. Опять-таки, по сравнению с другими кормами. Физиологические особенности после стерилизации тоже меняются. Соответственно, здесь понижено содержание микроэлементов для того, чтобы, опять-таки, профилактировать мочекарную болезнь. И еще хочу сказать, что вообще все наши корма, которые изготавливаются для кошек, они с профилактикой мочекаменной болезни. За счет чего? Ну, вот здесь... А давайте откроем. Видите, вот у нас клюква, да? Давайте откроем. Да, пожалуйста. За счет того, что в кормах добавлены ягоды, в частности, клюква, мочекарная болезнь возникает при определенных условиях. Вот одно из условий – это определенная кислотность. Благодаря тому, что в кормах мы добавили клюкву, мы сместили немного эту кислотность, и, соответственно, во всех кормах появилась вот эта профилактика мочекарной болезни. С удовольствием тоже будет есть, но я не рекомендую, потому что... Позовите Тайли, позовите пока Тайли. Физиология... Это не тебе пока. Кошки и собаки, она отличается. И, соответственно, корма совершенно разная. На, иди, иди. Тайли, на. Я предлагаю дать Тайли все-таки корм для собак. Я просто хочу посмотреть его. Да, ну и какие у нас гранулы. Это для взрослых кошек стерилизонов. Это для взрослых кошек мелких и средних пород. Мелких и средних пород. Да, потому что у нас есть индейка с овощами. Это как раз-таки корм для стерилизованных животных, для крупных пород. Вот такие гранулы нормальные, да? Абсолютно, да. Более того, еще сухой корм, вот в пользу сухого корма говорит то, что животное, когда разгрызают эти гранулы, в том числе это идет механическая очистка зубов. Механическая очистка налета. Тоже, видите, тоже немаловажный момент. Хорошо, про стерилизованных кошек понятно. Ну, мне кажется, вы знаете, сейчас, ну, наверное, 90% у всех стерилизованных. Да, да. Я единственное, что хотел бы еще, может быть, рассказать, опять-таки, случай из психологии кошек. Считается, что у кошки, ну, может быть, некрасиво это будет сказано, но, тем не менее, не очень длинная память, да? То есть, кошечка может с удовольствием захотеть, там, допустим, попить водички, повернуться, идти к воде, там, где стоит вода, и по дороге вы там взяли, погладили ее, взяли на руки, кинули игрушку, и кошка может забыть, куда она шла. Поступление воды в организм очень важно. Почему? Потому что как раз-таки с мочой, с водой выходят вот эти все изличества, которые не нужны организму. Так вот, для того, чтобы животное пило достаточное количество воды, вы, безусловно, его не заставите. Для того, чтобы стимулировать животное к паению, да, или, как правильно сказать, к питью, да. В этом случае для кошек рекомендуется ставить пиалки с водой в видимой доступности. То есть, если у вас в квартире несколько комнат, вот в каждой комнате поставьте пиалку с водой. Потому что ваш питомец будет видеть водичку, будет пить, и тем самым это будет профилактика мочекаменной болезни. Для собак немножко по-другому. То есть, для собак, в принципе, у них память достаточно хорошая. Но, тем не менее, надо отталкиваться от природных факторов. В природе мы с вами знаем, что животные идут на водопой отдельно. То есть, еда в одном месте, водичка в другом. И когда животное идет на водопой отдельно, оно выпивает водички больше. Тем самым, опять-таки, профилактирует различные заболевания. Слушайте, реально, вот они так забывают все? Нет, собаки нет. Нет, нет, кошки, у них есть такое. Обалдеть, я не знал. А иногда моя кошка вижу, что идет пить, потому что она в ванной перестает. Я что-то кину, поиграю, а реально потом. А она как-то забыла, куда шла. Она может забыть, куда она шла. Марк какой. Поэтому рекомендуется именно в виде моей доступности ставить вот эти пиалки с водой для того, чтобы животное пило больше воды. Вопрос, ребят, простите, сейчас пойдем, давайте собак рассмотрим. Просто мне очень интересно, самому и люди пишут, когда они сходят по большому кошку, у них включается режим ураган. Почти у всех всегда. Почему? Рей, как начинает носиться просто. Ну, для того, чтобы, опять-таки, стимулировать сокращение кишечника, им необходимы вот эти движения. Поэтому они бегают перед тем, как сходить в туалет. Это абсолютно нормальная реакция. После нет, почему? После не всегда. После это уже, знаете, как... Я свою гоняю всегда. Вот это другой вопрос. Да, да, да. Так, ну по поводу, давайте тогда еще раз, да, быстренько. Вот мама дает собаке лапки, курочки замороженные. Это нормально? Как вы считаете, меня не спрашивает? Вы знаете, я повторюсь. Я считаю, что лучше всего кормить сухим кормом. Не натуральным кормлением. Опять-таки, исходя из того, что мы говорим о сбалансированности питания. Более того, на сегодняшний день ни один производитель не принимает претензии к корму, если узнает о том, что докармливают животных. Простой пример тоже приведу. Пришла женщина с овчаркой, немецкая овчарка, и говорит, вы знаете, что-то стало с вашим кормом не так. Ну, я на тот момент занимался иницируется, мне лучше другим кормом, но не важно. Я кормлю, говорит, только вашим кормом, но у меня у собаки началась аллергия, аллергическая реакция. Начали разговаривать, вот вроде бы как бы нет, вот только кормом. И уже в такой доверительной беседе, а у меня на тот момент у сестры была тоже овчарка немецкая, и я говорю, ой, вы знаете, ну, понятное дело, что они похожи, и та, и та немецкая овчарка. И я говорю, вы знаете, вот у меня у сестры родину продастся за кусочек сыра, моя тоже. Ага, стоп, подождите, но вы только что сказали о том, что как бы вы ничем не докармливаете. Ну, кусочек не считается. Вот, вот, абсолютно верно, кусочек сыра, да, я же немножечко, да, я же вижу, что я отдаю. В конечном итоге убрали сыр из рациона, и у животного ушла аллергия. То есть, ну, сыр вообще считается таким достаточно аллергенным продуктом, поэтому вот любое докармливание к кормам, ну, я думаю, что озвучу, в принципе, желание всех производителей, нежелательно. Потому что мы говорим о сбалансированных кормах, о полнорационных кормах. Ни витамин, ни минерал, ничего не надо, все здесь учтено. Вот, это, кстати, важный момент, да, полнорационный корма, здесь все сбалансировано. Это не значит, что вам не нужно переходить к ветеринару, там, хотя бы раз в полгода, да, и хотя бы как проверяться, ну, понимать, а вдруг что ты, как ты. Безусловно, обязательно. Обязательно ходить, обязательно делать прививки, обязательно делать исследования, ну, как минимум, хотя бы раз в год, это обязательно одно другому не исчезает, не противоречит. Более того, животные, они очень терпеливы, они очень преданы, очень терпеливы. Они терпят до тех пор, пока возможно не показывать это. Поэтому, во-первых, любые изменения может заметить только очень внимательный хозяин, и как минимум, изменения в состоянии животного могут показать анализы. Поэтому, безусловно, необходимо посещать ветеринарного врача. Кали, ко мне. Кали. Иди, что, иди, сейчас будет. Так, чихуахуа, это мелкая порода собак? Чихуахуа, да, конечно. Да, давайте тогда придем, потому что вопросы про них почему-то появились. Ну, хорошо, тогда давайте рассмотрим. Вот я, как раз, по-моему, наткнулся. Ребят, о собаках говорим, сейчас все активидируемся, слушаем. Корм для взрослых собак малых пород, как раз. Ну, кстати, Тайли получит именно эту порцию, я так понимаю. Высокое содержание животных среди нетов 43%. Это индейка и рис, комплекс пребиотиков есть, видите, как она хочет. Смотрите, здоровое сердце. Я читаю то, что пишет бренд на упаковке, обычно выделяет самые нужные качества. Поддерживает иммунитет и легко усваивается. Ну, давайте тогда по поводу легкоусвояемости, поддержки иммунитета, за счет чего и для чего. Давайте. Ну, вот, хочу обратить внимание, прежде всего, всех, кто присутствует у нас на нашем стриме, вот это название, которое указано практически у всех у нас на упаковке. Это наша собственная разработка. Это комплекс пребиотических добавок, пребиотиков. Что это такое? Ну, на сегодняшний день мы все знаем о том, что основным органом иммунитета, который существует в животном организме, является кишечник. Иными словами, полезная микрофлора, которая находится в кишечнике, участвует в формировании иммунитета. Вот в наших кормах добавлен пребиотический комплекс. Это наша собственная разработка, которая способствует увеличению иммунитета, стимулирует иммунитет. Более того, благодаря вот этому пребиотическому комплексу мы можем рекомендовать наш корма всем животным, которые прошли курс лечения антибиотиками. То есть, благодаря пробиотическому комплексу полностью происходит восстановление кишечной микрофлоры. Этот комплекс входит как полезная микрофлора, точно так же, как и пребиотики. Пробиотики – это сами микроорганизмы, а пребиотики – это то, чем они питаются. Благодаря нашей разработке Простор Биокер полностью восстанавливается кишечная микрофлора. Более того, благодаря вот этому пребиотическому комплексу идет лучшее усваивание непосредственно самого корма. Ну и, соответственно, как я уже сказал, пробиотики напрямую оказывают влияние на иммунитет. То есть, животное становится активным и здоровым. Вы говорите, какие-то чудеса, это реально есть в корме? Да, это наше. Вы знаете, есть наши конкуренты, которые тоже добавляют пробиотики, но я могу сказать о нашем корме, что мы гарантируем то, что вот этот пробиотический комплекс непосредственно попадает в кишечник, где, собственно, и работает. Так, хотел заказать сейчас корм с индейкой для стерилизованных кошек, а мне пишут, что он закончился. Не знаю, ребята, ну, в принципе, да. Вы понимаете, тема сейчас очень актуальна, очень горячая. И высококачественные российские производители, которые никуда не денутся, которые производят по лучшим мировым стандартам. И вам честно скажу, ребят, я вот углубился в ситуацию, и он уделывает на лопатки многие мировые бренды. Правда. По крайней мере, стоит с ними наравне. Это абсолютно точно. Вот вообще без дураков вам говорю. По всем характеристикам. А по цене так вообще. Ну, настолько доступен. Я могу только добавить то, что все ингредиенты, которые мы используем для производства корма, они сертифицированы пригодным тысячу человеку. То есть это высоко кормить. Да вы что? Да, абсолютно. Так, открывайте этот корм, давайте уже немножко покормим все-таки. С удовольствием. Да, да можно ножничком открыть, чтобы аккуратно это было. Так, а где они? А, вот они. Потому что та или у нас уже невыносимая, и любовь сказала, да покормите уже, не выдержала душа. Я очень рад, что вы следите за нашими людьми. Ну, смотрите, я еще хочу на что обратить внимание, что мы сейчас-то насыпем, но вообще на упаковке есть рекомендованная доза кормления. И желательно, особенно для собак, их придерживаться. Почему? Потому что собаки такие удивительные, вот четвероногие друзья, которые съедят все, сколько вы им не насыпите. И для того, чтобы не было как раз-таки лишнего веса, чтобы у них не было тенденции к набору лишнего веса, лучше соблюдать те рекомендации, которые они указаны на упаковке. Да, да, да. И еще один момент, достаточно важный, это свободный доступ к воде. Потому что мы знаем, что сухой корм, это здорово, но он необходим для того, чтобы он переварился, необходима все-таки вода. Корм и еда со стола, ребята, голосуем, 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 голосуем. Несколько секунд остается, мы пока насыпаем. Все, все, не надо много. Она съест все и... Ну давайте я, да, я тут уже немножко отсыплю. Лучше она другой еще корм какой-нибудь попробует, если что. Это многовато, да. Так, Тайли, давай, мы тебя сейчас поставим вот сюда. Вот, ты заслужила. Ребята, сейчас покормим. Так, буквально пару минут, да, я все-таки... Да, 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 чуть-чуть, ну щедро. Давайте я просто отсыплю немножко в другую ебкость и все. Ну давайте, ладно. Так будет правильно. Так, все, все, ребята, у нас прошел раскорбак. Все, Борис Петрович насыпает, Тайли уже готова. Так. Все ловит, последнее. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, кстати, первый раз ест корм. Так, и водичку рядом. Нет, посмотри как, ты покажи как, чтобы вы видели, насколько... И водичку рядом обязательно, дорогие, обязательно, пожалуйста, очень вас просим. Все, сейчас Тайли хорошо-хорошо поест. Спрашивают, есть ли больше упаковки, например, 50 килограмм, у кого-то там мастипы или... Нет, у нас максимальная упаковка для бредер-канала это 20 килограмм. 20 килограмм, есть 20 килограмм. Так, пока она ест, ребята, значит, о собаках сейчас поговорили. Это для мелких пород собак. Опять же, вы видите только, что гранулы, они идеальны для их пасти, да, универсальной. Да, знаете, что хочу еще сказать, если, ну, я думаю, будет интересно нашим зрителям, то, что у животных на мордочке есть так называемые вибрисы, нервные окончания. Кроме того, что у них великолепное обоняние, кроме этого, они вот этими нервными окончаниями очень хорошо способны улавливать количество животных белков в корме, иными словами, количество мяса в корме. И если мяса достаточно, то вот вы видите, в принципе, этот результат. И видите, вот водичка. Да. Ну, она же как подошла. Так, значит, корм победил, мы спрашивали, еда стала или корм, все-таки люди ответили, корм, понимают, да, все-таки уровень образованности поднимается, это правда. Вот, значит, конечно, все мы грешим, но еда стала иногда бывает. Чей хвостат? Это Леша, продюсер Анастара, у него две собаки, три собаки, два бульдога и один, какой-то там смесь такая побольше, ну, может быть, видели в эфире их наших. Ребят, вообще все, о чем мы сегодня успеем поговорить с Борисом Петровичем, есть у нас здесь в карточке товаров внизу. Посмотрите, кстати говоря, цены, они актуальны сейчас, они снижены во время стрима и час после. Посмотри, да, 263 рубля, 3900 рублей, это большая, большая упаковка для собак. В общем, поласьте, посмотрите, что-то дополнительно будет, можете прочитать в карточке товаров, но если что-то не услышали, как, что, для кого и так далее. Поэтому, знаете, довериться можно, это премиальный сегмент, это бренд Сириус, один из самых, наверное, современных, самых доступных, самых качественных кормов, которые есть, они никуда не денутся, поверьте мне. Ну, что, что, что. Так, значит, все, Тайли пускай сидит, отдыхает, о собаках поговорили, давайте кошкам, вот рядышком с собой беру, у меня написано, это что? Да, я вижу, ей так понравилось, что она готова не отходить от стола. Да, это понятное дело, понятно. Так, смотрите, значит, корм для взрослых кошек, высокое содержание животных ингредиентов, 44%, лосось и рис, комплекс прибиотиков ProStore Plus, о котором говорил, значит, Борис Петрович, здоровая кожа шерсть, таурина и омега-3, легко усваивается. Слушайте, ну, как вообще выбирать-то? Вот, например, конкретно это, для каких котов? Смотрите, ну, в данном случае мы говорим о повышенном содержании лосося в корме, соответственно, здесь больше жирных кислот. Жирные кислоты, они напрямую оказывают влияние на качество кожи, шерсти, больше жира. На качество кожи, шерсти, кроме этого всего, они участвуют в обменах процессов в головном мозге и способствуют усваиванию жиростворимых витаминов. Если вы хотите, чтобы ваша кошечка идеально выглядела, блестела шерсть, покупайте, приобретайте этот корм. Ага, мы сейчас не говорим о каких-то проблемах, у меня здоровая кот, я хочу, чтобы поддержать ее кожу и шерсть. Скажите, я, например, выбрал вот этот корм, я должен пойти на какой-то более простой корм или еще? Или я могу вообще годами давать его? Хороший вопрос, это как раз тот момент, который мы с вами поднимали в самом начале нашего разговора о том, что животные монодиетчики. Что такое монодиета? К большому сожалению, многие владельцы животных переносят свой образ питания на образ питания животного. Это неправильно. Опять-таки, мы должны с вами оттолкнуться или можем оттолкнуться с вами от природных факторов. В природе мы видим, что та же самая кошечка сегодня споймала мышку, завтра споймала мышку, послезавтра споймала мышку, но это не значит, что она потом возьмет удочку и пойдет ловить рыбу. Правильно? То есть она может продолжать дальше питаться этой же мышкой. Иными словами, на определенный состав корма, если вы подобрали правильно корм, животное себя хорошо на нем чувствует. На определенный состав корма вырабатывается определенное количество ферментов, которые способствуют полностью перевариванию данного корма. И когда мы начинаем давать резко, особенно если мы начинаем менять какой-то резко корм, в этом случае животный организм не успевает перестроиться на новый состав. И, соответственно, животное начинает не всегда себя хорошо чувствовать. Отсюда мы можем видеть двоякую реакцию. Первое – это то, что животное через какое-то время может отказаться от корма. Иными словами, вот сегодня мы дали новый корм, ну, я думаю, что опять-таки оттолкнемся от своих каких-то ощущений. Все нам новое интересно. Безусловно, с животным то же самое. Им тоже интересно какие-то новые корма. Вот сегодня наш питомец съел новый корм с удовольствием, завтра съел, а послезавтра понимает, что он съест, и ему станет плохо. Почему? Потому что ферментный состав не успел перестроиться на новый состав корма. И, соответственно, может отказаться. Более того, второй вариант – это большой выход от животного. То есть вроде бы съела достаточно маленькую порцию, да, а вот сходила в туалет, ну, такое утрированное название, как слон. Опять-таки это говорит о том, что резкий переход с одного корма на другой. То есть не все ингредиенты до конца перевариваются за счет того, что резко перевели. Поэтому, если, повторюсь, если вдруг вы захотите поменять корм своему четвероногому другу, в этом случае обязательно отталкивайся от того, что необходимо это делать плавно, понемногу, постепенно от одного корма переходить к другому. В этом случае вы оставите свое животное достаточно здоровым, и это здорово. И надо еще понимать, что не всегда какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта проявляются сразу. То есть вот этот резкий переход, он может в конечном итоге вызвать какое-то заболевание через какое-то время. Так, хорошо, спрашиваю, есть ли какой-то корм для, ну, тут жердяев, ты писали, ну, толстеньких, даже полненьких, или как? Нет, вы знаете, мы сейчас, мы на рынке находимся с 2017 года. На сегодняшний день мы, вот, как я уже сказал, планируем запустить новый завод, и на этом новом заводе мы расширим свои линейки, в том числе и расширится корма в представленности по классу. Ну, и со временем, конечно, за этот корм у нас появится. Хорошо, ну, у собак, я смотрю, большая ли на самом деле линейка, давайте вот первую посмотрим, такую флагманскую, ну, просто поставили мы его. Так, читаем. Корм для взрослых, собак, так, 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 высокое содержание животных ингредиентов 40%, это говядина с овощами, комплекс пребиотиков просто, витаминные волокна, поддерживает иммунитет, легко усваивается. Так, это для каких собак, кому это пригодится, в какие моменты? Смотрите, опять-таки, для того, чтобы животное себя хорошо чувствовало, как минимум, надо правильно подобрать корм. Что входит в правильный подбор корма? Первое, это мы должны определить возраст питомца, да, то есть в данном случае мы говорим о уже взрослом животном, потому что есть корма для щенков, опять-таки, есть же корма для котят, там и так далее. Второе, мы должны определиться с породой, то есть есть корма, вот опять-таки, как мы только что рассматривали, для мини-пород, да, есть у нас корма для собак крупных пород и так далее. Третье, мы должны определиться с физиологией, есть ли какие-то проблемы у животного или их нет. В данном случае мы говорим о кормах ежедневного рациона, то есть для здоровых животных. Да, этот корм, который говядина с овощами, мы можем рекомендовать животным, у которых есть проблемы со стулом. То есть когда животному тяжело сходить в туалет, когда каловая масса достаточно широко, грубо сформирована и ему достаточно тяжело сходить, оправиться. В этом случае мы можем рекомендовать говядину с овощами. Есть у животных другие проблемы, к примеру, наоборот, каловая масса достаточно жидкая, не сформирована. В этом случае мы можем рекомендовать вот корм с рисом, да, мы, в принципе, с вами знаем, что рис достаточно хорошо скрепляет, да. То есть, опять-таки, в зависимости от физиологических особенностей можем подобрать тот или иной корм. Либо животное активно, спортивное к собаке, собаки северных пород. В этом случае мы можем подобрать великолепный корм, который у нас буквально появился перед Новым годом. Это корм 3 мяса. 3 мяса с овощами. 3 мяса с овощами, да. С повышенным содержанием жира, соответственно, удовлетворяет большим энергетическим затратам. То есть, опять-таки, повторюсь, идеальный подбор корма – это тот корм, который полностью соответствует физиологическим особенностям животного. Слушайте, здорово вообще, да? И надо понимать, что все корма, безусловно, разные. К большому сожалению, у многих обывателей бывает мнение, ну, во всяком случае, я встречал таких, особенно люди более преклонного возраста, которые не доверяют корма. Кормам, вот они говорят, одна и та же линия, только разные упаковки. Безусловно, этого нет. Почему? Потому что вот мы сейчас с вами разобрали пример. Здесь повышенное содержание белка и жира, да. Потому что, почему для мини-пород повышенное содержание белка и жира? Потому что, опять-таки, мы отталкиваемся с вами от природных факторов. В природе, вот видите, какая непоседа у нас тут рядышком, да. То есть, мини-породы, они быстрые, шустрые, активные. Соответственно, это сказывается и в корме. В то же время, если, допустим, мы посмотрим с вами для собак крупных пород, в этом случае тут собаки крупных пород, они более вальяжные, более спокойные. Соответственно, здесь тоже вот это поведение их учтено. То есть, корма отвечают, повторюсь, вот тем физиологическим особенностям, которые, в принципе, есть у животного. И поэтому очень важно правильно подобрать корм. Хорошо, давайте что-нибудь еще вскроем, посмотрим. Просит показать вот для активных, какие-то там другие гранулы. Давайте посмотрим, да. Слушайте, ну вот смотрите, активные породы собак. Многие пишут, что обожают хаски и так далее. Вы вообще, как специалист, рекомендовали бы заводить хаски? И в каких условиях? Потому что, вы знаете, после определенных фильмов, почему-то начинается, ну, понятное дело, начинается взрыв каких-то любителей пород определенных. А потом начинаются у нас питомники. Куча питомников, где только хаски. Насмотрелись фильмов, но это же тяжелейшее испытание. Вообще, давайте так, к выбору питомцев к себе домой. Что нужно изначально посмотреть? Вы знаете, я рекомендую для того, чтобы, если вы готовы завести себе четвероногого друга, как минимум, зайти в тот же самый интернет и посмотреть характеристики той или иной породы. И, исходя из этих характеристик, уже сделать какой-то вывод в ту или иную пользу. Почему? Потому что, к примеру, для одних пород важна физическая нагрузка, да? Для других пород, ну, какие-то, вот, как в данном случае мы питим французский бульдог, он достаточно такой социальный, да? То есть в этом случае он не привилитель, социален и, в принципе, будет хорошим другом. Если мы говорим о хаске, то надо понимать, что это порода северная. Соответственно, это порода ездовая, да? Если вы готовы к тому, что ваша мебель будет вся разгрызана, и в квартире, извините, маленький бардак, ну, в принципе, можно и хаске. Но, вы знаете... Но, мне кажется, это мучение в квартире хаске. Девки для собаки. Я вам больше скажу. Я, ну, не будем называть, какая страна, я был в южных странах, и, к большому сожалению, увидел момент, где в стране порядка 35-40 градусов жары, и на улице гуляли с хасками. Да, да. Я тоже считаю, что это мучение для животных, и, безусловно, это нельзя. Хаски – это все-таки северная порода, и они любят прохладу. Более того, у них есть своя специфика. Они очень здорово переваривают жир, в отличие от других пород собак. Почему? Потому что, ну, опять-таки, мы отталкиваемся от природных факторов. В природе хаски живет на севере, и там основная пища – это жир и белок. Да, соответственно, вот организм как раз-таки хаски очень здорово переваривает любое количество жира в отношении, по сравнению с другими собаками. Ну, вот как-то так. Друзья, давайте так. Сейчас еще посмотрим корма. Я вот вижу у нас много на самом деле сейчас. Ну, у нас не так, правда, много зрителей сегодня. Давайте мы… Но очень большой, большой и хороший. То есть много-много людей положило в корзину, много сейчас купило, многие хотят попробовать. Друзья, ну вот сейчас тогда о бренде, может быть, еще раз мы поговорим вместе с Борисом Петровичем. Покажем вам сейчас вот эти вот гранулы для… Это уже для крупных пород. Для крупных пород. Все-таки мы говорим тоже все-таки о хаске, да, вы видите здесь нарисовано на упаковке хаске. Поэтому, безусловно, это уже для… Но хочу на что обратить внимание. Вот многие выбирают мелкие гранулы, там, крупные гранулы и так далее. Вообще, по рекомендациям, если у вас даже мелкое животное, да, мелкая порода животных, но она с удовольствием, порода имеется в виду, или разгрызает такие гранулы, это здорово. Опять-таки, с учетом того, о чем мы говорили, что благодаря тому, что животное разгрызает гранулы, это идет механическая очистка зубов. Слушайте, ну вот многие ветеринары или вообще, ну, производители говорят, что на стримах, да, типа, ребят, можете даже попробовать, там действительно классный состав, классный натуральный. Вы можете попробовать? Могу. Точно? Конечно. Ну, тогда я тоже попробую тогда, раз вы можете попробовать. Ну, надо понимать только то, что собаки и кошки, у них нет никаких специй. То есть, по факту, вы не почувствуете никаких там ни соли, ни вкуса и так далее. Но все ингредиенты, я повторюсь, сертифицированы, пригодны пить человеку. Пробуем втроем. Нормально. Абсолютно нормально. Мы что, сейчас съели? У нас три мяса. Да, теперь для активных животных, поэтому я думаю, что после эфира нам придется побегать с вами. Да, немножко, да? Слушайте, высокое содержание. 48%. Еще раз, что такое вот, что это такое за проценты? Давайте, да, я объясню. Здесь написано 48% животных ингредиентов. Что сюда входит? Сюда входит количество мяса и количество жира, потому что жир у нас тоже животного происхождения. Если сложить эти ингредиенты, мы получим вот это число. Так, вкусно спрашивают? Ребята, правда нормально? Ну, нормально. Да, я бы, может, немножко посолил, какой-нибудь кетчуп добавил, и вообще был бы огонь. Так, хорошо. Собаке примерно понятно. Мне, кстати говоря, вы сказали тему по поводу щенков и котят, да? Там есть же какие-то особенности кормления в них, да? Особенности корма. У нас есть, по-моему, где-то я видел. Вот, вот, корм для котят здесь сейчас с мясом индейки. 50% высокое содержание животных ингредиентов, энергия роста, таурин, омега-3 поддерживает иммунитет. Насколько реально вот процесс кормления щенят и котят должен отличаться? Ну, смотрите, процесс кормления… Может быть, чаще, например, их надо кормить, да? Значит, первое, начну с того, что все-таки котенок и щенок – это растущий организм. Соответственно, у них потребность в животных белках, в белках животного происхождения намного выше. Кроме этого всего, надо понимать, что, как и ребенок, да, он требует большего в себе внимания. Соответственно, кормление должно быть чаще. Опять-таки, почему? Потому что все-таки у желудок, у котенка и у щенка достаточно маленькие. Соответственно, дозы кормления, они тоже невеликие. И благодаря тому, для того, чтобы нормально развивался животный организм, его просто необходимо чаще кормить. Наши корма мы рекомендуем, допустим, для котят и для щенков. Наши корма рассчитаны с полутора месячного возраста. Но мы начинаем приучать к корму уже с момента прикармливания. То есть, это порядка четырех недель. Каким образом? Если мы вдруг с вами резко дадим то, о чем мы немного ранее говорили. Если мы вдруг резко начнем давать какой-то сухой корм котенку или щенку, соответственно, реакция со стороны желудочно-кишечного тракта будет негативной. То есть, у щенков или у котят еще идет формирование системы пищеварения и любые какие-то стрессовые факторы – это плохо. Поэтому мы начинаем приучать к сухому корму, к составу сухого корма непосредственно, как я уже сказал, где-то с четырех недель. То есть, мы берем порядка двух гранул, две-три гранул, мы их разначиваем в воде и используем это как подкормку для щенка и для котенка. Постепенно мы увеличиваем количество гранул и уменьшаем количество воды. Тем самым, в полутора месяца мы выходим на рекомендованную, как я уже говорил ранее, на упаковке, на рекомендованную дозу. И таким образом мы приучаем к сухому корму наших питомцев. Повторюсь, опять-таки, плавно это очень важно. Плавно, да, для котят особенно. Вот такой корм для котят есть. Ребята, конечно, нужно закладывать в молодой организм все самое лучшее, дабы становление этой кошки или собаки произошло. Верно. И потом просто меньше проблем будет. Абсолютно верно. И повторюсь, вот наш пробиотический комплекс, который мы добавляем в наши корма, он стимулирует иммунитет. И ваш питомец однозначно вырастет здоровым кремом. Во все корма? Абсолютно. Так, хорошо. Значит, для иммунитета есть, вот это добавляете, да, свой комплекс пробиотиков. Да. Сколько консервантов? Сколько красителей? Борис Петрович, сегодня можно сказать, вас никто не поругает. Понимаете? Мы спрячем вас, скажите наконец-то правду. Ну, реально. Вы знаете... Российский бренд, наверняка, что-нибудь запихнули туда. Отлично, да. Хороший вопрос. Что могу сказать? Что... Такие вопросы поступают. И буквально, вот буквально, перед тем, как я ехал сюда к вам на эфир, мне тоже пришел такой вопрос, звучал примерно так. Почему вы не указываете на упаковке, какие консерванты вы добавляете? О! Вот такой вопрос. Вот, наконец-то. Прямой эфир, страна. Смотри. Вы знаете, могу сказать, мы не используем консервантов. Мы не используем ароматизаторов. У нас только натуральный ингредиент. Почему? Очень важный момент – качество, изначальное качество продукции. То есть, то, о чем я говорил, она сертифицирована и пригодна пищу людям. То есть, высокое качество продукции входной плюс правильная технология производства дает возможность там не использовать дополнительно каких-либо консервантов. Простой пример. Ну, я не буду называть какие-то марки, но если наши зрители захотят сравнить и возьмут какие-то мировые бренды, значимые мировые бренды и посмотрят по составу, они тоже там не увидят никаких консервантов. Это важный момент. Второй момент. Мы не используем ароматизаторов и каких-то усилителей вкуса. Опять-таки, почему? Вот буквально перед тем, как наш четвероноргий друг здесь питался, я рассказывал о том, что на мордочке у них есть так называемые нервные окончательные вибрисы, которыми не очень здорово улавливают количество мяса в корме. Если мяса в корме много, нет смысла добавлять никаких ароматизаторов, усилителей вкуса. Поэтому мы используем только натуральный ингредиент. Ну как-то не нравится, ну за что зацепиться? Ребят, что вы сидите-то? Давайте, все-таки у вас же у самих есть какое-то предпочтение. Ну как это российский производитель? Я лучше куплю тысячи за три, за четыре маленький пакетик, но это будет чисто Европа, зато я люблю своего питомца. Ну так это происходит обычно, ну так же это происходит. Здесь российский производитель говорит, что он создал и создает, и реально это доказано, сертифицировано, корм мирового уровня по всем критериям, ингредиентам, результативности, потом да, с течением времени и так далее, и так далее, и так далее. Что мы тогда ждем? Вот я тогда думаю для себя, хочу я перевести кота, свою кошку точнее, на этот корм. Вот как вы думаете, что мне может помешать? Что мне мешает? Вы знаете, я не знаю, что вам мешает, но могу сказать, опять-таки, своего опыта, вот те семинары, которые я провожу по разным городам России, и, безусловно, люди, которые приходят на эти семинары, они идут с долей недоверия к российскому производителю. Это да. Но когда мы начинаем сравнивать наш корма с какими-то другими производителями, при том с теми, которые они сами говорят, то есть у меня нет каких-то заготовок, ну, каких-то слайдов, что вот давайте вот этот корм сравним с этим. Они называют свои корма, и мы в режиме онлайн находим составы корма в непосредственном интернете и сравниваем с нашим. И после того, как мы проводим этот сравнительный анализ, у многих улыбка исчезает. То есть предвзятая улыбка, потому что, ну да, типа российский производитель, и мы тут будем сравнивать его с каким-то европейским. У многих эта улыбка исчезает, потому что действительно у нас есть яркие преимущества, как минимум. У нас яркое преимущество пробиотики. Пробиотический комплекс – это иммунитет, это здоровье животного, это очень важно. Это система пищеварения, это очень важно. Второй момент, наше яркое преимущество – это, как я уже сказал, высококачественные ингредиенты. Третий момент – цена. У нас нет тех же самых таможенных пошлин, которыми облагаются те же западные производители. Соответственно, это все сказывается, ну, в принципе, на наших кормах, на целовой политике корма. Поэтому пусть она вас не пугает, что мы стоим дешевле, тем не менее, независимо от того, что мы стоим дешевле, чем западные аналоги, мы ни грамма не уступаем им. А в некоторых позициях, как я уже сказал, как минимум пробиотический комплекс, мы их превосходим. Можете сравнить сами. Ой, слушай, ну кто-то пишет, что взял на пробу, вот подошел, вот понравился. В принципе, радует цена и качество, потому что понятно, что когда там через несколько лет считаешь просто свой кошелек, ты понимаешь, сколько ты реально сэкономил. Но, по сути дела, понимаете, мы готовы платить за здоровье питомца, ответственные хозяева, дабы он получал максимум пользы и полный спектр витаминов, комплексов, минералов и так далее. Потому что сам-то он не бегает по улице. В чем проблема? Особенно там кошки, которые дома сидят, у них нет другой альтернативы. Вся ответственность только на хозяина. Правильно? Все, ребята, поставьте обязательно воду в каждую комнату, это касательно кошек. У собак, чтобы была свежая вода, используйте корма премиум сегмента, ну так мне кажется на самом деле. И вот сегодня Сириус, ну реально, я на самом деле, когда начал читать о нем, слушайте, я очень ждал этой встречи, потому что насколько это все реально, потому что пишут хорошо, отзывы потрясающие. Специалисты отзываются очень правильно и интересно. Цена невероятно доступна. Я думаю, что, наверное, это мой все-таки выбор. Я не хочу, во-первых, страдать и потом, когда закончится корм из Европы, переводить на какое-то другое, опять мучить животных. Но я хочу довериться, мне кажется, что сегодня это сделать возможно. Слушайте, попробуйте, попробуйте, скажите, а если, например, пробовать, вот с чего, вы можете приказывать, как бы, там, с чего начать, может быть, или как? Нет, я, вы знаете, конкретный корм не могу никому порекомендовать. Почему? Потому что, опять-таки, мы отталкиваемся от индивидуальных особенностей. К примеру, повторюсь, видите, если это корм активное животное, мы, в этом случае, собаки, мы должны взять корм для активных животных, это три мяса, да? Если это мини-породы, соответственно, это корм для мини-пород. Если это стерилизованные кошки, соответственно, корм для стерилизованных. То есть мы должны правильно подойти к выбору, то, о чем я говорил. Посмотреть на породу животного, на его размер, на возраст животного, потому что, опять-таки, щенки и котята, да? На активное животное и уже, исходя из этого, подбирать корма. Более того, у собак мы можем еще учитывать вкусовые особенности. Да, потому что мы с вами знаем, что у собак достаточно большое количество рецепторов, и для них вкус меняется. Вкус индейки отличается от куста той же самой курицы, да? Поэтому мы можем, в принципе, оттолкнуться еще от косовых каких-то параметров четвероногого друга. Но вот хотел бы, буквально, если у нас есть пару минут, хотел бы еще остановиться на такой проблеме, как курица. Да, курица или естся, или пьется. Ребят, на самом деле, да, у нас вот я просто не вижу тут, да, корма с курицей, если мне изменит память. Я знаю почему. Потому что это аллерген. Мы уже это знаем, на самом деле, потому что курица для всех животных является неким аллергеном, поэтому, в принципе, закономерно вы и как раз не делаете его. Нет, ну, скажем так, у нас корма на курице есть, они практически все, которые перед вами. Но есть у нас, безусловно, исключение, где курицы нет. Ну, в данном случае, вот в этом корме у нас курицы нет. Значит, то есть корма, где есть курица для курицы, зачем тогда брать, если он вызовет аллергию? Он не вызовет аллергию. Ну, в этом вся и проблема. Вы знаете, ну, опять-таки, к сожалению, к большому российский менталитет пиздец относится к курице. Ну, по моему мнению, вот это отношение, ну, не бывает какого-то такого сформированного мнения на пустом месте. Обычно мнение начинает сформироваться, исходя из каких-то, ну, параметров. Вот, на мой взгляд, отношение такое к курице сформировалось тогда, когда был распад Советского Союза, да, и основной пищей для многих людей были вот эти окорочка. Еще многие их называли окорочка буша там и так далее. О, ну, конечно, здоровый такой. Да, да, да. Вот некоторые окорочка-то даже были больше размером, чем сама эта курица. То есть на тот момент кормили вот этих птиц тем же гормонами роста, антибиотиками. Соответственно, это все концентрировалось непосредственно в курином мясе, и у большинства людей были вот эти аллергические реакции. И вот после этого это начало транслироваться практически на всю курицу. Хотя по статистике, по аллергическим реакциям первое место занимает говядина. Курица всего заменяет порядка 5% от общего числа аллергических реакций, которые вызывают курица. Курица – это легко усваиваемое мясо, это диетическое мясо. Но, к большому сожалению, вот именно, повторюсь, российский менталитет. Потому что вот в Европе, на Западе такого отношения к курице нет. А мы, поскольку мы прошли вот этот период распада и питание окорочками, вот у нас сформировалось такое мнение неправильное. Это миф. Безусловно. Слушайте, ну сегодня развенчивые мифы буквально в прямом эфире, но это интересно. Надо подумать, надо подумать об этой ситуации. Смотрите, ну вот многие спрашивают, например, почему так мало с рыбой? Например, для кошек почему не сделать все с рыбой? Ведь рыба – это так полезно, кошки всегда любят рыбу и так далее. Ну почему? Если как минимум, если вдруг хозяин животного захочет на лососе, вы у нас корме есть. А вот как вот выбрать? Смотрите, рыба… Это я определяю. Мы уже об этом говорили, да. В большинстве случаев определяет выбор именно хозяин животного. Но, повторюсь, исходя из тех параметров, которые он знает о своем питомце. Возраст, активность, физиологические состояния. Там, если, допустим, животное, есть какие-то проблемы по здоровью, может быть в этом случае посоветоваться лучше ветеринарным врачом, который назначит ветеринарную диету. Если же животное полностью здорово, то в этом случае возникает вопрос, стоит ли менять корм. И если уже стоит, то опять-таки мы должны оттолкнуться вот от тех критериев, о которых я говорил. Марина, вот для вас отвечаю. Говорят, для взрослых не стали брать, так как гранулы значительно крупные, собака – французский бульдог Мишелька. Слушайте, ну есть же вот… Вот, мы только что попробовали корм для взрослых собак. Малый пород у бренда «Сириус» с индейкой рисом. Я вам сейчас покажу гранулы. И у меня в руках французский бульдог сидит рядышком со мной. Смотрите, какие гранулки. Да, небольшие. Ну, и посмотрите, как они съедаются. По-моему, просто элементарно. Поэтому не переживайте, выбирайте. Да, действительно, взрослые породы – крупные собаки. Там отличаются гранулы. Поэтому, да, чтобы удобнее было им есть. Поэтому есть разные гранулы, разные составы. Смотрите, все можно потом пересмотреть. Эфир останется в записи или прочитать в карточке товаров. Сейчас загляните сюда. Скидки хорошие. Ребят, я серьезно говорю, скидки хорошие. Самые низкие на всем рынке, которые сейчас есть. Сохранятся эти предложения в течение часа после того, как мы с Борисом Петровичем закончим с вами разговор. Поэтому лучше раздавать в корзину, дабы не потерялось. А потом уже спокойненько выбрать, посмотреть, узнать. И когда вы решите, может быть, прямо не сейчас это будет, когда вы поймете, что, слушайте, ну я хочу российский бренд мирового сегмента по всем параметрам. Значит, не забудьте о Сириусе, взгляните, посмотрите. Потому что, ну, на данный момент, наверное, лучшие альтернативы, ну, сложно найти, поверите мне, по качеству и по ним нам. Правда. Я просто могу добавить, что, во-первых, я и своих друзей, у которых есть животные. Перевели. Я думаю, если они смотрят, они могут в этом написать, в том числе в общий чадный. Это действительно так. Так, я хочу, я хочу взять, этот товар закончился. Как закончился? А, вот в корзину. Все, я добавил, я для сервизованных кошек хочу попробовать на самом деле. Постепенно переведу, блин, за неделю, да? За полторы. Ну, не пожалейте, вы увидите, и общее состояние улучшится. Общий вид благодаря пробиотикам, иммунитет, вы увидите. Активность другая станет. Друзья, добавляйте в избранное. Кстати говоря, подписывайтесь, в принципе, на бренд. Это можно сделать вот здесь, узнавать обо всем новом, что происходит. Там дополнительные скидки, может быть, и розыгрыши будут. Ну, в общем, действительно, квалифицированные специалисты. Нажимайте подписаться, узнавайте обо всем новом. Какие-то линейки будут выходить, помните, скоро новый суперсовременный завод будет открываться. Новые направления. Но вот сейчас все это есть, это все доступно, это уже на рынке, это никуда не денется. Это одни из лучших составов. Мы сейчас, Борис Петрович, с вами, знаете, все кратко, за несколько минут, давайте еще, все, о чем мы успели поговорить. Да, значит, начали мы с кошек. Давайте всю линейку кошек, которые сегодня представлены, поговорим, потом перейдем к собакам. Итак. Значит, у нас, ну, вы начали, ну, давайте вот с котят начнем. Итак, давайте с котят. Котята мы рекомендуем, как я уже сказал, с полуторамесячного возраста и начинаем привыкать, приучать с четырех недель. Степенно, понемногу. Так. Мясной рацион. Мясной рацион, в принципе, как я уже сказал, если вы хотите определить количество мяса, вы переворачиваете по кокусу, смотрите. Есть мясной рацион, есть, как я уже, есть с лососем. То есть различные вкусы, которые вы можете, в принципе, определить для себя. Мясной рацион, тут входит три компонента мяса. Ну, опять-таки, ну, если подробно, в принципе, надо хочет, можно почитать на сайте, составы есть. Да, и так, для стерилизованных животных. Для стерилизованных я рекомендую переходить на стерилизованных животных. Почему? Если вы стерилизовали, потому что физиологические особенности, они разные. Соответственно, здесь меньше жира, больше белка, меньше микроэлементов. Опять-таки, профилактика мочекаменной болезни у всех кормов, которые мы производим. Да, для кошек это невероятно важно. Так, идем к собакам. Значит, первые два корма здесь стоят. Собаки, как я уже сказал, они у нас уникальные существа. Вот, они обладают способностью различать вкус мяса, поэтому можем рекомендовать как говядину, так и ягненок. И опять-таки, отталкиваясь от физиологических особенностей, если есть проблемы с этими сопражнениями, если они жидкие, в этом случае мы можем рекомендовать ягненка. Если они, наоборот, очень твердые и тяжело правятся, можем рекомендовать говядину. Ну, для мини-пород мы рекомендуем, опять-таки, специализированная корма. Почему? Потому что мини-породы шустрые, активные, быстрые. Соответственно, в этих кормах увеличенное содержание белка, увеличенное содержание жира. Опять-таки, отталкиваясь от физиологических особенностей. Три мяса с овощами этот корм мы можем рекомендовать. Если уже вдруг, прям, владельцу животного катастрофически не хочется приобретать корма с курицей, о которой мы говорили, да, неоправданно, в этом случае можно приобрести вот три мяса с овощами. И опять-таки, эти корма великолепно подходят, особенно для животных северных пород. Так. Ну, и у нас остался последний корм для крупных пород. Это индейка с овощами. Но опять-таки, крупные породы, здесь достаточно большие гранулы. И то, о чем мы говорили, здесь тоже учтено их естественное поведение. То есть, они более вальяжные, более спокойные. Вот это все тоже отражено непосредственно на крупных породах. В том числе и учтены моменты поддерживания суставов. Высокое содержание животных ингредиентов. Правильно, я понимаю, что основа рецептуры все-таки это мясо. Да, это животный белок. Это животный белок, потому что, повторюсь, весь спектр незаменимых аминокислот, то есть то, от чего зависит жизнь животного организма, находится в мясе. Ну, вообще, конечно, я вот на обратной стороне всегда смотрю, у вас помимо мяса тут, здесь, например, тыква, и киноцеи, и ромашки для защиты организма. У вас и овощи, да, и какие-то травы. Это, конечно, такой большой комплекс. Смотрите, безусловно, надо понимать, что мы говорим все-таки о животных, которые одомашнены, которые прошли вместе с человеком достаточно большой путь одомашнивания. Соответственно, организм как кошки, так и собаки достаточно легко и переваривает углеводы, растительную пищу. Если обратиться опять-таки к природе, в этом случае мы что видим? Та же самая кошка, которая охотится на мышей, она поедает мышку. При этом, при всем, она поедает ее целиком, в том числе и содержимым желудка, да, в котором находятся те же самые элементы, тот же рис, та же кукуруза, та же пшеница. Для стерилизованных кошек, да, дорогие мои, вот только что мы показывали, в карточке товаров тоже можете найти, вот максимально сбалансировано. Вообще, конечно, в современном ритме жизни, давайте так, не будем сильно заморачиваться. Поверьте мне, если вы думаете, что, ну вот я лучше потом там дополнительно соберу из разных витаминов, буду чем-то кормить, ребят, зачем? Доверите профессионалам, огромная команда создала этот корм, и там есть все. Вот мне-то как для хозяина хорошо. Я хочу, чтобы она получала, насыпала, пошел на работу, пришел и так далее, и так далее. С течением времени накапливается этот эффект, и кошка через много-много лет, она становится, она остается здоровой, счастливой, хорошей. И, как мне кажется, вот это самое главное отличие от эконом-класса корма и все-таки премиум-сегмента, понимаете? Потому что, может быть, вот в рамках маленького периода, ну, мы большой разницы не почувствуем, а вот в рамках нескольких лет, наверное, результат будет. Ну, как я уже сказал, одно из таких основных различий между классами корма – это количество мяса. В эконом-классе его незначительное количество, там порядка 10-15% на килограмм корма, да. В премиум-классе это от 28 до 40%. Поэтому, безусловно, количество мяса плюс качество используемых ингредиентов, плюс наличие или отсутствие ароматизаторов. В эконом-классе в большинстве случаев ароматизаторы есть. Почему? Потому что, ну, опять-таки, животное как-то надо стимулировать поедать корма, где меньшее содержание мяса. Соответственно, для этого необходимо добавлять те же ароматизаторы. Мы, повторюсь, в наших кормах этого не используем. Почему? Потому что у нас большой процент содержания мяса, ну, и, соответственно, животное это чувствует и с удовольствием поедает. Друзья, смотрите, кто-то пишет, что корм закончился и так далее. Знаете, что сделаете? Вот что я вам подскажу. Смотрите, для стерилизованных нет в наличии. Ну, кстати, обидно. Смотрите, вообще, мы сегодня говорили о определенном направлении, но если вы зайдете дальше по ссылке Sirius, вот сюда вот, то увидите, все, что представлено у этого бренда, здесь будет чуть больше, чем мы успели поговорить. Можете посмотреть. Я думаю, что вот здесь вот может еще остаться этот корм. Ну, надеюсь, по крайней мере. В принципе, да, сохраните себе этот стрим, запомните бренд, подпишитесь на него, и обязательно, когда появится, попробуйте. Ребята, это актуальный вопрос. Это наш российский бренд. Вы понимаете, сейчас европейские бренды уходят, поднимают цены, а мы боимся, потому что, ну как, это же Европа, как это? Все, что наше, это сейчас может быть хуже, я лучше переплачу. Ребята, это миф абсолютный. Ну, все, закончилась эта ситуация. Закончилась ситуация, что сухой корм вызывает мочекаменную болезнь у кошек. Нету этого. Закончилось мнение, что курица это аллерген. Нет этого. И, безусловно, закончилось, что российский производитель не может достичь европейского уровня. Вот, если сейчас разобрать все максимально, максимально точно, что Sirius, простите за выражение, уложит на лопатки многие мировые бренды. Ну, а по цене вообще вариантов нет. Я вам серьезно говорю, вопрос актуальный. Я сам хозяин кошки, у моих знакомых тоже очень много, и я, что, Таля, иди ко мне, иди сюда, иди сюда, да. Вот, поэтому мы заботимся о таких питомцах, чтобы они были здоровые и хорошие. Держи, моя шладкая, держи, моя девочка. В принципе, все, Борис Петрович. Спасибо. Спасибо вам большое. Кандидат биологических наук. Ветеринар с нами сегодня был. Борис Петрович отвечал на самые актуальные вопросы. Бренд Sirius сегодня представлял свою продукцию. Надеюсь, что вы обязательно к нам еще придете. Удачи вам с новым, суперсовременным заводом. Давайте больше. Давайте покорять Россию. Ну, а там пускай уже другие страны просят этот корм для своих питомцев. Спасибо вам. Ребят, спасибо большое. Запись сохранится. У вас час есть на актуальные еще предложения. Сохраняйте, читайте и будьте счастливы со своим питомцем. Все, спасибо большое. Увидимся завтра. Пока. До свидания. Держи. Субтитры подогнал «Симон»